Престольный праздник сегодня отмечает строящийся в Сургуте храм веры, надежды, любови и матери их Софии. В этот день православные чтут память четырех великомучениц. Церковь в их честь возводится в Сургуте в районе НГДУ. Сегодняшнее торжественное богослужение прошло в действующем храме всех скорбящих радость, расположенном на той же территории. Но вполне возможно, что уже в следующий раз этот праздник сургутяне будут отмечать в новом храме. Строители стремятся к Новому году полностью закончить монолит и кладку стен, а также сделать черновое покрытие крыши. Работы ведутся по графику. 70% от запланированного на этот сезон выполнено. Это мой пятый храм, но он самый сложный. Это у нас храм, который сделан в традициях сибирской архитектуры. Очень красивый, поэтому очень несложно. Потому что старые мастера не обращали внимания на лёгкость строительства. Обращали внимание в первую очередь на то, чтобы сам по себе храм был красивый, тёплый, комфортный для обслуживания. Напомним, что необходимость в новом храме в этой части сургута появилась давно. Единственная в НГДУ церковь уже не вмещает всех прихожан. Она рассчитана максимум на 150 человек, но даже по обычным воскресным дням сюда приходит больше 300 жителей. Большие же православные праздники здесь настоящее столпотворение. Мощности нового храма позволят принимать здесь по 600 человек одновременно. На строительстве уже освоено 24 миллиона рублей и до конца года на запланированные работы деньги есть. Однако впереди внутренняя отделка, роспись, изготовление и установка куполов и крестов. Поэтому сбор средств не останавливается и поучаствовать в возведении нового храма в Сургуте может каждый. Пожертвовать можно оплатив в храме именной кирпичик, переведя деньги по банкомату Сургутнефтегазбанка или на короткий телефонный номер. Для этого нужно набрать всего 4 цифры 7522. Текст сообщения следующий. София пробил сумма платежа. Причем в благотворительном фонде София говорят, что жертвуют на храм в НГДУ не только христиане. К нам приходят мусульмане. Они приходят и говорят, что мы хотим помочь. Не надо за нас молиться. Мы молимся сами. Но мы хотим помочь вам строить храм. И они вносят свои средства. Есть организации, которые принимают на себя обязательства и перечисляют часть зарплаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова